Доброго вам дня, уважаемые зрители канала Заметки Нумизмата! Сегодня мы поговорим с вами о очень болезненной теме поддельных золотых монет времени правления Николая II в поддельных 10-рублевых монетах. Раньше мы уже говорили с вами про довольно массовые подделки монет с датами 1901, 1902, третий год с буквами AR. Такие подделки встречаются весьма часто, иногда даже их можно увидеть в коллекциях, достаточно серьезных, так как некоторые из этих подделок бывают чуть ли не красивее, чем оригиналы, хотя конечно отличия всегда присутствуют и надо лишь внимательно смотреть на эти предметы. И это по большей части именно подделки, фуфела, созданные для обмана коллекционеров, но есть и другой тип обмана и другие фуфела больше служащие для обмана так называемых инвесторов. Очень многие люди считают, что инвестируют, вкладываясь в покупку золотых монет. Эти приобретения у кого-то исчисляются отдельными монетами, у кого-то партиями монет, у кого-то сотнями, ну даже и тысячами штук, тут уже у кого какие возможности и кто какие цели преследует. И конечно же при приобретении больших партий, тем более человеком, который скорее всего коллекционером нумизматом не является, не может быстро определить подлинность или неподлинность монет, возникает соблазн у некоторых недобросовестных дилеров подбрасывать в партии достаточно качественные подделки, выполненные в металле близко по пробе к оригинальному, по метрическим параметрам, практически не отличающиеся от оригинальных монет премии Николая II, к тому же вполне держащих вес, ведь при покупке крупных партий чаще всего проверяют их ну просто взвешиванием, причем даже не поштучно, а партиями или небольшими роликами, столбцами и вот в таких столбцах нередко встречаются подделки для обмана инвесторов. Конечно же при внимательном рассмотрении отличия увидеть можно, но для этого надо каждую монету подержать в руках, посмотреть со всех сторон. К тому же подчеркиваю, что в этом случае подделывают 10-рублевые монеты, как считается самого простого, точнее самого массового 1899 года. Многие, в том числе инвесторы, рассуждают так, ну это то чего уж подделывать, но как мы видим есть смысл подделывать и монеты эти довольно массово попадаются в партиях инвестиционных монет. И вот в данном случае представлена такая небольшая подборочка из монет 10-рублевых разных годов и в самом центре такая характерная подделка 10 рублей и именно 1899 года мало отличимая от других своих соседок. С портретом, характерным именно для 1899 года, но во всяком случае без хорошего знания используемых портретов ее отличить сложно. Монета умышленно испачкана грязью, другие монеты в данном случае вы видите от грязи очищены, слегка помыты. Эти же монеты, которые специально вкладывают в инвестиционные партии, всяко пачкают и тем не менее через грязь подслеживается некий такой блеск матовый, но для не очень опытного инвестора он кажется вполне достоверным блеском слегка испачканной монеты. Покажем вам эту монету в увеличенном виде, будьте внимательны, смотрите за тем, что вы приобретаете, ну и конечно обращайте внимание на гурт монеты, поскольку по гурту выявить подделку гораздо-гораздо проще. Вполне допускаю, что даже те, кто эти монеты подделывает, сами не очень сильны в монетах того периода, поэтому на всякий случай буквально метят свои изделия, чтобы не впутать, не обмануть самих себя изменениями в гуртовой надписи. Вот в данном случае 10 рублей 1899 года, но содержит несвойственную для этого года гуртовую надпись с знаком медсмейстера А.Р. Александра Редько, который вступил в должность медсмейстера только в 1901 году. Посматривайте внимательно попадающиеся вам золотые монеты, смотрите их со всех сторон, обязательно проверяйте соответствие гуртовой надписи и надеюсь, что вы не приобретете поддельные монеты. Ну а в случае необходимости обращайтесь за консультациями к тем, кто вас может проконсультировать, в частности к специалистам, выступающим на нашем канале, смотрите канал заметки нумизмата, подписывайтесь и задавайте свои вопросы. Мы по возможности всегда на них ответим и поможем, если это будет в наших силах. Удачи вам! Субтитры создавал DimaTorzok